Итак, всем привет, с вами НДПГ, продолжаем играть за Иберию, теперь уже не Испанию, в Виктория 3, и в прошлой серии мы уже начали очередной конфликт с Нидерландами, но очередной конфликт на самом деле с Францией произошел, с Нидерландами не такой, что он и очередной. Поставили мы здесь Казутбелли на захват Гуяны, и мы здесь, зачем мы вообще начали эту войну, чтобы создать себе восточное Мали ради мечети Дженны, имбовая постройка, невероятно. Так вот, ожидается очень жесткая заруба, прям очень жесткая, у нас, кстати говоря, в Индонезии есть войска, забавно, я этого прям не ожидал, 17 это много, поэтому давайте обязательно их наймем, пускай они и правда здесь атакуют. Вот классно, да, только что здесь было 18 бригад, я нанял генерала, они телепортируются обратно, а теперь генералу надо на самом деле до туда идти с этими войсками, это конечно всегда меня забавит. Ну вот, война будет и в Африке, и в Южной Америке, и самое главное в Европе. Но, но, в теории мы можем попробовать наступать во Франции, у нас в принципе не такие, что и плохие войска, а самое главное, у нас наш генерал просто, ну безумно сильный. У него артиллерий, знаток, и планировщик наступления, еще и сдержанность, которая тоже бафается неплохо, вот это конечно не так приятно, но, ну ладно, сколько ему уже, 45, ладно, 45. Ну в принципе можно просить, он столько наступлений уже повел, уже видите лысить начал. Можно попробовать им попробиваться, здесь видите французов меньше, но сейчас если они закинут сюда еще сотку, то у нас будут равные силы, а вот техи у нас отстают. Вот, у них уже траншейная пехота, и это пехота, которая очень жестко апается в защите. У нас же пока что ее еще нету, плюс у нас еще нету осадной артиллерии, но у них тоже нету. Нам нужно и то, и то. Более того, я бы сказал, нам нужно еще больше, чем у них иметь всего. Так что мы пока аккуратненько, аккуратненько попробуем атаковать, не получится, ладно. Можно попробовать еще выски какие-то делать, это тоже может нам на руку сыграть, боты против выски плохо защищены, игроки в принципе тоже. Но самое главное, надо будет делать выску сюда, здесь границодов не может быть больших, и вот здесь вот территории покрасить все. Ну и попытаться здесь тоже что-то не захватить, здесь какие-то силы австрийские сюда идут, но ограниченные. Потом вот этого парня мы перебросим сюда, и я так понимаю, и до назийского парня мы тоже перебросим в Африку. На этом, наверное, с планами все, поехали. Да начнется жесткая заруба. А, и я еще один мем хочу вам рассказать, смотрите-ка. Видите, вот эти торговые пути 2.27, да? У нас из-за этого минус баланс, я просто думаю, надо проверить военные запасы, может у нас минусы, давайте подстроим заводов. И здесь у нас торговые пути, и здесь. Что бы вы думали, кто это? А это французы. Француз выкупает у нас 2.200 боеприпасов. То есть, начнется война, во-первых, мы оборвем с ними кучу торговых путей, ну, что поделать. Но самое главное, так, отрабатывайте мне французский рынок, пожалуйста, спасибо. Из 2.000, из почти что 3.000, почти все это наши боеприпасы. То есть, мы начнем войну, и это не только боеприпасы, это и оружие, и артиллерия, и франеносцы. У них должны просто обрушиться цены на военные товары. Ну, обрушиться, стать очень дорогими. И, если я правильно понимаю, это должны дать жесткие дебафы в начале войны. Я думаю, потом они, во-первых, могут подстроиться, то есть, они могут новые заводы сделать, и, во-вторых, возможно, у них просто какие-то заводы невыгодные, поэтому они не сильно большие. Ну, мы вот узнаем в начале войны, как что-то пойдет. Поехали. Итак, начинаются первые битвы. Я вижу, брусаки в Нидерланды атакуют, неудачно. Мы атакуем во Францию. Ну-ка, давайте посмотрим, как здесь битва начнется. По-моему, мы тоже это не пробьем. А, нет, смотрите-ка, им прокнула плохая видимость. А у нас что? Потеря боевого духа. Ну, мы здесь пробьемся из-за того, что у них вот этот дебаф. Ну, и у нас, конечно, перки тоже очень роляют. Ну, да, мы пробьемся здесь. Здесь мы тоже пробиваемся отлично, и здесь наши войска готовятся. А здесь мы тоже пробиваемся очень удачно. Но у нас вот здесь вот начинают атаковать. И потихоньку сейчас будут закрашивать вот отсюда. Но скорость почему-то очень низкая. Кстати говоря, я вижу, что там нет войск. Они, видимо, их сюда перебросили, либо еще куда-то, неизвестно. Давайте перебросим туда нашу единичку прекрасную. Сюда идет наша индонезийская армия тоже. Отлично. Это против нас восстали Папуа. Нет, не отлично, это другое. Оно это полезно для нас будет. Окей, потерпим. Самое главное, что мы сейчас можем во Франции, на самом деле, неплохо атаковать. Тем более, что сейчас они потеряют очень много морали. И, в принципе, и солдат. И мы следующей атакой тоже будем солидно их пробивать. А еще у нас готово ротио траншей и ручной пулемет. Ну, это, видимо, он доисследовался. И ротио траншей стало дешевле, и оно у нас готово теперь. Отлично. Насколько у нас реально наши военные силы? Мы, во-первых, очевидно, ставим бюджет по политике вот так. Вот так, пожалуй. И давайте-ка накинем еще. Что у нас здесь тратится? Дорожная служба в Бэйре. Господи, кто такой Бэйра? Бэйра найдена. Ликвидирована. И ставим потребительские налоги, потому что, ну... Нам нужны деньги на войну. Давайте вот так, пожалуй. Отлично. Это пускай будет, потому что это дает плюс восстановление боевого духа. Это, в принципе, полезная штука. Здесь же, кстати говоря, французы бьются о пруссов. И неудачно. Очень неудачно. У них что? Нет, у них нету осадной артиллерии. Но... У них командир просто очень жесткий в защите. Очень жесткий в защите, командир. Раз. И еще и полевые крепления. А, ну, подождите, это у нас тоже есть. Короче, окопная крыса плюс стратегия обороны равно имба. Здесь такого нету. Как раз таки, так что пруссаков здесь не пробьют. Здесь же прокнула просто очень ужасная битва. А, ну, здесь их просто нету. Там... Там неудачные сражения. Там... Странно, почему они выиграли. Видимо, они были совсем не зарегенены после атаки. Либо что-то подобное. Но мы здесь с пушем с юга. Отлично. Здесь, кстати говоря, все не так хорошо. Астрицы уже успели подкинуть сюда подкрепление. Но это временно, пока мы отсюда не перекинули войска. И вот отсюда. Я все-таки дождусь, пока попал мы захватим. Ну и, как я и сказал. Что с ебалом, французы? Найфис повоевали. Держите минус доступ рынка. И это будет сейчас потихоньку-потихоньку снижать амстаты. Видите? Уже штраф 1%. Но он будет до 22%. И так по всей стране потихоньку войска будут состояться похуже. Не моментально, к сожалению. У нас здесь флот должен уже высадиться. Но он ждет генерала. Вот он. А он ждет лота, походу, да? Или что? Непонятно. Ну ладно. Но я надеюсь, скоро высадится. А в тылу здесь у французов действует наш бравый Альфонсо Эспартеро. Этот ехидный мачо высадился на одной лодке, допыл сам до порта, про который забыли французы. И пошел расставлять флаги, флаги испанские, иберийские на каждом пустыре. Здесь же почему-то французы реально захватывают по одной провинции всего лишь. Очень странно, но... Ну не хотят они захватывать много. Ну что сделать? Ну ладно. О, они поняли, что... Что-то не так. И здесь все захватывается только по одной провинции. Они просто не умеют флаги расставлять. Этот парень просто бегает, их раскидывает. И молодец. А эти прям, ну не знаю, становятся все 66 тысяч, и один флаг ставят. Отдыхают после этого. Не знаю, как это еще происходит. И здесь мы сейчас закрасим все. Надо побыстрее французов закрасить. Потому что сюда подкрепления не идут особо. Вот. Сейчас вот эти... Туда, куда подкрепления идут, захватывать. Ух, ну Австрия, конечно, в руинах. Ой, точнее Пруссии. Ну... Не повезло мужикам. Что еще поделать? Зато мы пробиваемся сквозь Францию. И здесь тоже. И здесь тоже. И здесь тоже наш Альфонсо. Молодец. У нас, конечно, тоже рыночек обвалился немножко. Но казуально. Кстати говоря... А что с опиумом-то стало? Реально так много нужно. Ну ладно. С оружием тоже немножко проблемы. Но это мы сейчас пофиксим быстренько. Но меня больше волнует не оружие, а уголь. Если говоря, возможно, из-за этого и какие-нибудь цепочки нарушились. Из-за бумаги у меня обвалилась бюрократия. Так что давайте-ка ее импортировать. Не стесняться. Из красителя... А, ну смотрите. Бумага обвалилась из-за красителей. Из-за бумаги обвалилась бюрократия. Все, в принципе, закономерно. И давайте-ка просто настроим их. Типа, что стесняться? У нас есть колонии. Пускай там будет достаточно красителей. Вроде делаем кучу. А, нам не хватает. Видимо, наши конвои где-то топят. Но бороться с потоплением конвоев в этой игре почти невозможно. Так что, ну... Ничего и поделать, наверное. Так тут фронт по-смешному опять разделился. Давайте-ка сделаем генерала выбери. У нас здесь все-таки куча солдат. Отдыхают. Видите, здесь пополам он разделился каким-то образом. Ну ничего, мы мобилизуем нашего нового генерала. Баутиста. И он поехал вот так вот тогда в другом направлении. А этот здесь. Он все еще кому держит артиллерий. Так что у нас, в принципе, нормальные шансы. Игра начала под лагерь. Мне это не нравится. Это может привести к проблемам каким-нибудь. Потом, может, вылетать начать. Но мы уже неплохо так задебафили. На 14% их армию. Это солидно. Игра начала прям безумно подлагивать. Это мне очень не нравится. Это очень меня напрягает сейчас. Но надеюсь, что с войной это закончится. Блин, Пруссию жалко, конечно. Смотрите-ка. Опять-таки. Они тоже. Они поняли, что надо просто флаги пораскидывать. И побежали раскидывать флаги. Но нидерландцы это заметили. И остановили разбрасывателей флагов. Так а здесь мы оставим только парня с хорошими трейдами в атаке. Вот этого, кстати говоря, можно перебросить, пожалуй, куда-нибудь сюда. Почему нет? Сюда не можем, да? Вот сюда тогда. И да, в Францию мы продолжаем пушить. Видите, варскор уже пошел очень жестко. Ну, варскор желание войны у них пошло очень жестко в минус. Так это какой-то парень. Это отсюда, да? Да, он ушел. Окей. Ну да, пускай, в принципе, они здесь захватят. А потом уже отправляются дальше. В скобочках. Наверное, я тебя давай отправим сразу в Африку. Без ожиданий. Я не знаю, куда у нас пропала единичка наша прекрасная. А, я понял. Они встретили сопротивление. Нет. Альфонс, ты должен на нуля сражаться. Ну да, мы, в принципе, практически победили. У нас еще здесь вот эти битвы идут все еще смешные. Видимо, фронты разделялись. И поэтому мы не захватили их достаточно быстро. Но нормально теперь все. Наша экономика просела. Но уже обратно идет. И уровень жизни точно так же. Видите? Мы, в принципе, выдержали это. Так что у нас все в порядке. Пруссию только, да, жалко немножко. Но что поделать? Что поделать? Ничего. Смотрите-ка, война с Пруссией закончилась. Точнее, Пруссия вышла из этой войны. И знаете, что мы сделаем? Мы теперь перейдем здесь в защиту просто-напросто. Только хотелось бы не этого генерала на это иметь. Вообще нет, знаете, нам надо атаковать, потому что у нас бафы на атаку. Да, у них, конечно, защита посильнее будет. Но у нас бафы на атаку. И мы все еще можем пробиваться здесь, на самом деле, по ощущениям. Сейчас, я думаю, кто-нибудь капитулирует. Так, игра, не вылетай. Спасибо. А что с фронтом стало? Ладно, там все еще какие-то союзники. Но... Мне казалось... Да, господи, у меня все войска потелепортировались. Перепортировались, но... Е-мое. Вроде же все нормально было. Ой. Ну, что поделать? Что поделать? Вращаем их обратно сюда куда-нибудь. Вот этот чел щилит. Давай сюда, обратно. Ну, как обычно все, что я могу сказать. У нас на самом деле огромный минус. И он увеличивается. Кредит растет. Давайте-ка попробуем подстроить себе еще каких-то ресурсов, чтобы... О, золото есть. Чтобы... Эту проблему решить частично хотя бы. Надо переходить все-таки на... Автономность потихоньку. Потому что, видите, вот в таких войнах с Францией мы очень много денег теряем. И это, конечно же, неприятно. Как говоря, мы тут захватили территорию. Тут появилось 2000. Этими 2000 мы захватим французские оставшиеся территории. Прекрасно. Еще у меня здесь вот как раз были есть. На какие-то острова. Я помню. На французские территории. Вот они, да. Мне казалось, что я делал прекрасный их захват. Но получается нет. Давайте тогда сделаем... Что мы сделаем? Так, не проигрывал морских сражений. Не в состоянии войны со Францией. Так. Это оккупированная территория? Да, все, оккупированная. Хорошо, отлично. Есть у нас все-таки. Здесь мы сейчас дошлем войска. Оттуда, господи, французов 185 тысяч идет. Какой ужас. Ну ладно, я думаю, они скоро капитулы живут. Мы еще ездим во Франции, тоже атакуем успешно. Да, нормально, так нормально. Это еще с каким-то бафом. Дебафом, точнее. Так что вроде-вроде все отлично у нас. Я бы хотел, чтобы эта война уже побыстрее закончилась, потому что мы реалийтиорем огромное количество денег на войну. Но в целом... Ладно, это и в жизни не окупится. Это в жизни не было выгодно захватывать вот эти территории. Ой, опять лаги? Это капитулирует? Да, Франция капитулировала. А так все. И ну... Ну все. Что, Австрия еще в войне? Отлично. Нам теперь надо куда-то взять деньги. У нас стройка слишком большая, у нас не так много сверхприбыли. Давайте тогда подносим строительное здание. И чуть-чуть таким образом стабилизируемся. Я немножко посносил. Стало минус 10. Я думаю, чуть-чуть еще наша экономика покрутится и станет нормально в больше плюс. Плюс. Блин, нет. Ну, мы не можем поставить больше налогов. Ну, вот это еще пройдет бюрократия. Минус. И, в принципе, минус здесь 8. Почти что 0. Чуть наше население снова пойдет на работу. Вот у нас безработных, вы можете видеть, 2 миллиона сейчас. Я думаю, станет получше. Плюс мы достроимся, торговля живет. Все как обычно. Но. Но. Что меня больше всего радует? Посмотрите на ВВП Франция. Какая прекрасная картина. Помните, как у нас вот это вот произошло? Это сейчас вот это падение кажется маленьким. Тогда это было что-то вот такое вот. И теперь такое вот у Франции. Только на этом этапе такое падение намного жестче. У них было, по-моему, 700-800 миллионов. Что-то такое. И в итоге этой войны мы просто выбили Францию с первого места. Выкинули сразу на третье. И уровень жизни, кстати говоря, у них не сильно упал. Забавный факт. У нас, у нас, ну тоже не слишком сильно. Нормально. Просто там, наверное, на субсидиях просто жируют. Просто, просто жируют люди. Смотрите, нет. Это не то. А, у нас здесь какие-то смешные расходы есть. Соцвыплаты 200 тысяч. Все равно жируют. Ну, 200 тысяч это очень много. Согласитесь. Ну, потому что у нас третий уровень соцвыплат. Мы это нажимали, когда мы были богатыми. Мы могли себе это позволить. Ну, сейчас мы восстановимся. Тоже будем богатыми. Дохватили мы Гуяну. Объединили ее там. Золото там тоже есть. Но не так много, на самом деле. Хотя вот это много. Нормально. Сейчас видите, безработные позанимают свои места. И станет у нас все получше. Тройка я лишний посносил. Лагать не перестала. Игра начала лагать. В один момент. Рандомный. Прям заметно. И это мне не нравится. Я не хочу... Я хочу эту игру пробирать. Я не хочу ее завершать. Сыгра Франция снова идет в войну. Она сама и начала. Она вот здесь вот какой-то еще смешной войне. Чувствую, что сейчас она еще в одну войну ввяжется. В одну или вторую. И не сможет выйти из минуса. Она опять будет мобилизовывать свои войска. Ну, что для нас. Для нас это наоборот. Только хорошо. Ну, и так как я говорил. Видите, у нас баланс уже в плюс вышел. Ничего удивительного. Бля, я сейчас смотрю. У нас здесь завод синтетики бесполезный. Потому что, ну, у нас... У нас есть красители. У нас... Ну, гунинское отделение. Что это за... Стоит вообще. Непонятно. Ну, что-то в Африке, да? Как будто. Ой, что поделаешь. 14 миллионов. Снижение уровня жизни. Ну, да, да. Да, снизилось. Что поделать? Война была жесткая. Сейчас повысится обратно. Ну, надо будет, видимо, потерпеть немножко вот такое чудо. И еще через какое-то время мы уже в плюс 400 тысяч. В бюрократии, конечно, да, проблемы. Я только не очень понимаю, откуда они, так сказать, появились. Вроде все было более-менее в порядке. То есть, скорее, следуем. Окей. Хотел бы сказать, я, но, наверное, не совсем окей. Давайте вот сюда, в химоруши выйдем. Пожалуй. Да, идут деньги все больше и больше. Пошлины увеличиваются, потому что мы начинаем торговать по-жесткому. Но обычно еще продавать хотелось бы. Ну, тут как получилось, да. У нас, тем более, марган наложила Россия и цена. А это большие рынки сбыта. Но игра, игра реально, ну, с ней опять что-то происходит. Что-то в ней сломалось, какая-то ошибка вылетела, которая... Либо теперь, получается, постоянно вылетает, видимо. Из-за которой она стала медленнее просто в несколько раз. И я надеюсь, это не станет еще хуже, потому что, ну, в один момент я просто не смогу в это играть. Ну, а сейчас выйдем из кредита, выйдем из минуса бюрократии. Надо все-таки проверить, работали ли у нас все домики. Ну, вроде, вроде я не вижу, чтобы не было дебафов на... Коботспособность, так сказать. Странно. Мы вроде не так, что и много населения захватили. Ну, давайте просто подстроим еще. Что делать-то? Господи, что происходит? Посмотрите на это. Революция в Австрии. Кстати говоря, вторая. Революция в Британии. По-моему, тоже вторая. Революция в Бразилии. Революция в Уругвайе. У нас происходит микрореволюция, но это потому, что мы в войне жесткие были. Это окей. Это все ожидаемо. Но яишки все начинают просто жестко разваливаться. И это периодически нарушает нам торговлю, потому что все это становится невыгодным. Что-то, наоборот, выгодным из этого. Опять что-то становится невыгодным. Короче говоря, такой вот круг. Неприятный. Ну, мы вернулись на круги своя. У нас 1 миллион 3 доходов. У нас инвестиционный фонд опять вернулся в нормальное состояние. И, в общем-то, у нас все опять в порядке. Ну да, еще в Эквадоре революция. Ну, не хватало только, блядь, его. Реально. Просто тебе революцию, тебе революцию. И тебе революцию. И тебе революцию. Ну, хотя бы они сдаются чуть раньше, чем 100%. И по классике, мне тут в США хотели обратить предложить. Ребята, а вы шутите вообще, блядь, или что? Ебать. Мало того, что революция. Я не уверен вообще, та же или нет. В Руси революция, здесь революция. Я даже не знаю. Мне кажется, они просто бесконечно в них находятся. В Британии еще параллельно с Цинь воюют. Или, подожди, или этот Цинь? Этот Цинь поддержала цитовую Великобританию, которая маленькая кусочек внутри. Господи. Что вообще происходит? Что это за бред какой-то? В Астрахе, кстати говоря, революция в итоге победила, я так понимаю. Президентская республика с автографией теперь там. Добавно. В Британии же монархия и голосуют богатые. Ничего не изменилось, по ощущениям. Да, но, видите, конфликты просто жесть. Везде постоянно. Что это за чудо? Малкское восстание. Господи. Не дают нам спокойствия просто никогда. Я говорил, что в Турции тоже эти революции. По-моему, нет. Ну, вот, в общем-то, настало их время. У меня теперь просто все в этих войнах, в основном в революциях. Просто ужас. Что я могу сказать? Ну, у нас все хорошо. Так сказать, посмотрите, как плохо у них, ребята. Не злитесь. Посмотрите, как хорошо у нас. Да, у нас не самая лучшая сырна для жизни в мире. Но как же мы хороши по ВВП, ребята. Как же мы хороши. Смотрите, как там революция, как там опасно. Как там уровень жизни качет. Ребята, ух. В нашей стране это все стабильно, хорошо. И ВВП растет, смотрите. Не, на шутке радио у нас именно душ населения, он очень большой. Так что, ну, мы реально хороши. Если мы все еще не на первом месте. Франция первое место у вот этого чуда. Которая не может восстановить свою ВВП. Да, она все еще на этих шести сотнях миллионах сидит. И я думаю, мы можем вообще их добить в теории. Закинув им эмбарго в один момент. Типа мы можем... Мы же с ними торгуем, верно? Ну-ка, рынок. Так, вот, алицекрепленный режим. Карты, рынок, вот. Да, мы с ними торгуем. То есть, в теории, мы можем по ним еще раз утарить. И от каких-то товаров важных их обрезать. Давайте это на попозже. Давайте с ними побольше укрепимся. Просто наш рынок уже достаточно большой. И нам потерять Францию, в принципе, терпимо. У нас здесь много с кем мы еще торгуем. Там какие-то Мексики, вон там Южной Америки. Здесь тоже, на самом деле, много тоже торговли. Хотя вот здесь вот прекратилось. Но самое главное, у нас огромный внутренний рынок. Употребление и производство. Так что мы можем это выдержать. А вот у них, если наш рынок отдушит их... Сначала захватим. Экспортируя товары какие-то. И наоборот. Импортируя тут товары какие-то. Чтобы они стали от нас зависимыми. А затем... Затем сможем ввести на них эмбарго. И посмотреть, что произойдет. Потому что, почему бы нет? Верно? Ну, на этом мы, пожалуй, наш стериль закончим. Очень она получилась прекрасная. Франция опустилась на дно. Конечно, еще не тотальное дно. Есть еще куда падать. Но по сравнению с своей первой позицией. Ее уже, видите, другие страны догоняют. И мы уже давно перегнали. Так что, нормально. Из кредита мы вышли. Плюс уже теперь находимся. Наша экономика после войны восстановилась. Рцузская же все еще грустит. Вот. А с вами был ДПГ. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.